Дорогие друзья, здравствуйте! На календаре четверг, а это значит, что пришло время очередному информационному блоку от Славянской Церкви 27 дня здесь в городе Сакраманта. Как всегда, несколько слов о жизни и служении нашей общины. По Божьей милости в эту субботу проповедовать буду я, поэтому, пожалуйста, молитесь, чтобы Дух Святой использовал меня наилучшим образом в деле проповеди Евангелия, чтобы та вещь, которая будет звучать, она меняла наши с вами жизни. Пускай Бог благословит каждого из нас. Я буду рад видеть вас в Церкви на служении, ну и, конечно же, буду рад видеть всех тех, кто подключается к нам онлайн или позже смотрит записи нашей проповеди и нашей программы. В это воскресенье состоится бракосочетание Мэтью Штефаница и Ангелины Тарасюку. Мы заранее поздравляем молодую пару, желаем им Божьей благословений, и чтобы не только церемония бракосочетания и свадьба прошла благополучно, но и вся жизнь она была в радость и во славу Божью для них и для всех тех, кто их окружает. Хочу вновь напомнить вам о наших летних лагерях. Уже в следующие выходные, 7 числа, начинается мужской кемпинг. Поэтому, друзья, у вас осталось просто пару дней для того, чтобы зарегистрироваться, если вы это еще не сделали до этого момента. Всех пап, их дочерей и сыновей ждет очень интересная программа. Много разных игр, конкурсов, очень интересные поделки, которые они будут делать со своими детьми. Купание в озере, отдых на свежем воздухе и, конечно же, приятное общение у костра, где мы будем поднимать очень важные темы нашей с вами христианской жизни. Поэтому ждем всех пап, с их детьми. Мамы, сделайте все, чтобы ваши мужья поехали и ваши дети вместе с ними. Мы будем очень рады видеть вас. Срегистрируйтесь, потому что осталось всего несколько дней. Ну, а с 27 по 30 июня мы ждем всех вас на семейном кемпинге нашей церкви. Кроме того, что вас ждет очень интересная программа, развлекательная, тоже озеро, тот же воздух свежий, у вас еще будет возможность провести время с чудесной пастырской семьей Руслана и Людмилы Друми. Именно они будут спикерами на нашем кемпинге семейном в этом году. Поэтому, друзья, ждем вас. В описании к этому видео вы увидите линк для регистрации, перейдя по которому вы получите всю необходимую информацию. Не пропустите эту возможность быть вместе с нами в этом году. Ну, в связи с тем, что у нас церковные кемпинги в этом месяце, вечеря Господня у нас будет 22 июня. Поэтому, пожалуйста, запланируйте таким образом ваши поездки, какие-то мероприятия и другие, чтобы в эту субботу вы были вместе с нами на этом особенном служении. Ну, а с 16 по 20 июня мы ждем всех детей от 3 до 12 лет на библейской каникулярной программе нашей церкви. Почти целую неделю мы будем вместе с вами, ребята. Это будет очень интересно, уникательно и увлекательно. Библейское путешествие, в котором мы увидим, насколько Бог заботится и охраняет каждого из нас. Поэтому, друзья, ждем вас. Опять-таки, вы найдете линк для регистрации в описании к этому видео. Если вы это еще не сделали, регистрируйтесь. Уже к этому дню зарегистрировалось 95 детей для участия в этой программе. Но если вы еще не в этом числе, воспользуйтесь этой возможностью прямо сейчас. Также мы приглашаем на семейный рафтинг всех тех, кто хотел бы отдохнуть. Это даже не на берегу реки, а прямо на реке. Как это все проходит, вы узнаете больше у Владимира Рязыка. Сейчас его номер телефона вы увидите внизу. Так что, пожалуйста, регистрируйтесь. Это мероприятие будет проходить в воскресенье 23 июня. Так что, будем рады вместе с вами провести этот выходной тоже. Я вновь приглашаю вас присоединиться к нашему телеграм-каналу. Напомню, это закрытого типа канал. Он сделан только для членов Славянской Церкви, где мы можем поднимать разные темы, вопросы, которые нас волнуют. Обсуждать жизнь, служение, направление развития нашей общины. Поэтому, если вы еще не получили приглашение для того, чтобы присоединиться к этому телеграм-каналу, опять-таки, вы найдете линк в описании к этому видео. И администратор этого канала, он обязательно примет вас в эту группу. Так что, пожалуйста, обращайтесь. Мы будем очень рады вас видеть в составе нашей большой команды. Перехожу к молитвенному блоку. Прошу вас и дальше молиться за окончание войны в Украине, на Ближнем Востоке, чтобы эти конфликты закончились. Ну и, конечно же, мы просим о здоровье всех тех, кто болеет нашей Церкви. И прошу вас молиться также о всех тех мероприятиях, которые запланированы на этот месяц. Такой очень активный, бурный будет июнь в нашей Церкви. Поэтому молитесь, чтобы Бог дал нам мудрости и силы все это провести наилучшим образом. В заключение хочу прочитать текст из Священного Писания. Это Псалом 147, 1 и 2 стихи. Слава Богу за то, что Он благословляет, охраняет, поддерживает и ведет нас своей рукой. Помните об этом, дорогие друзья. Всего вам самого наилучшего. И до скорых встреч.